Хороший источник воды, плодородная земля, чистый воздух в горах, с местом для строительства, жилья в разных районах. Но у нас не было денег на строительство, но мы решили идти вперед верой, как при покупке. Время прятаться придет после окончания времени испытания, не сейчас. Бог своей милости еще немного сдерживает ветры. Сделай ход. Но ты скажешь, но у меня нет денег. У Бога есть все решения. Кстати, у Бога уже есть место для тебя. Он уже приготовил для тебя место. Когда мы купили телесеть, она была прямо в центре города. Мы взяли то, что у нас было, то, что было с ним, здание, собственность. Мы его улучшили, мы проработали там несколько лет, но мы молились почти 4 года, чтобы найти нужное место за городом. Внезапно все рухнуло. И мы обменяли нужную часть собственности безналичных, обменяли нашу собственность на другую собственность той же стоимости. И мы переехали из города. Мы переехали из города в место примерно в 11 милях от центра города, за пределами города с уединением. Это было чудесное место. Но по мере того, как карантин и законы и ограничения начали появляться, мы знали, что когда-нибудь нам нужно будет переехать еще подальше от этого города, не только за город, в котором мы жили и работали. Для нас это было благословение, но мы знали, что пришло время для дальнейших шагов. Мы начали молиться, зная, что это не происходит в одночасье. Мы молились много раз. И я рассказал некоторым своим друзьям, что мы ищем недвижимость. Мы не знали, где. Возможно, это какое-то место, может быть, в горах, подальше от города. Однажды один из наших рабочих, он не адвентист, он водит машины. Он сказал, я вырос в районе Сан-Майпата, и я знаю этот район. И есть один мой друг, у которого есть собственность площадью 88 гектаров в горах. Мы сразу же заинтересовались. И нам потребовалось время, чтобы добраться сюда, потому что был сезон дождей, и машины не могли добраться до собственности. Однажды мы обнаружили, что уже не было несколько дней дождя, и мы попробовали еще раз. Мы смогли приехать туда, и нам понравилось. Мы начали говорить, господи, хорошие источники воды, плодородная земля, в горах чистый воздух с пространством для строительства жилья в разных районах. Мы начали молиться об этом, но понятия не имели, как его купить. Однажды этот человек сказал, хорошо, ты заинтересован или нет? Я сказал, да, но у меня просто нет денег. Он сказал, но мы должны уже начать. Я сказал, что у нас есть одна лишняя машина. Мы можем передать вам автомобиль в качестве залога, в качестве первоначального взноса. Это не очень много, это всего лишь одна двадцатая стоимости собственности. Но мы могли бы начать. Он сказал, я готов. Итак, мы передали ему этот автомобиль в качестве залога. Через несколько месяцев он сказал, хорошо, когда будет следующий платеж? У нас не было ответа, но я сказал, у меня есть другой автомобиль, который могу дать. Он сказал, хорошо, давай мне другой автомобиль, моему сыну нужен, он в городе. Он забрал его. Вопрос в том, сможем ли мы когда-нибудь закончить платить за это или нет. У меня не было ответа, потому что я начинал много проектов. Это как сельское хозяйство. Не каждая семья дает результат. Но чем больше вы сажаете, тем больше собираете. У меня были проекты, в которые были вложены деньги, но мы потеряли все. У нас были проекты, которые работали какое-то время, а потом в конце концов перестали работать. И так никто никогда не знает, как будет дальше. Вам просто нужно доверять идти вперед, сажать, работать, сажать, молиться, молиться и работать. Пришло время, когда у нас больше не было машин, нам нужны были деньги, а потом один спонсор смог помочь нам частично, а потом еще и еще. Мы продолжали платить, много пожертвований. И когда мы подошли очень близко, мы поняли, что это станет реальностью. Мы закончили оплачивать эту недвижимость, и мы были очень рады, что у нас есть недвижимость. Когда мы приехали сюда, на лагерное, мы приехали сюда, чтобы привезти выходные. Шут дождь, вода шла под палатку, вода шла через палатку, вода шла сверху над нами, и мы спали в воде. Мы просто не знали, что делать. Мы просто просидели в машине всю ночь. Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни. И я решил, что нам нужно строить. Но у нас не было денег на строительство, но мы решили идти вперед верой, как и при покупке. Дом, в котором мы это записываем, это был первый дом, который мы построили. И он был спасением в те холодные дни, когда шел дождь, почти до замерзания. Сегодня у нас около восьми домов. Нам нужно еще немало построить. У нас есть склад, где мы можем хранить вещи. Господь действительно благословил. Мы понимаем, что нам нужно больше места для людей. Нам нужно много сельскохозяйственных земель. Другие земли сельскохозяйственного назначения становятся доступными поблизости. Никогда не бывает легко что-то купить. Но по мере продвижения мы обнаруживаем, что Бог открывает двери. И с большими жертвами проект продвигался вперед. Итак, как мы узнали, что это была воля Бога? Пока она была не заплачена. Мы просто шли вперед с инструкциями, которые нам были даны. Мы знали, что это должно быть с источником воды. Если вы читаете о деревенской жизни в книге «События последних дней», она дает много информации. Есть много других инструкций, которые мы можем найти, которые дают нам представление о том, что искать. Вода, сельское хозяйство, уединение, расстояние. Важно отметить, что мы не пытались прятаться. Сейчас не время прятаться. Это время позволить нашему свету сиять с вершины холма, чтобы мы могли видеть добрые дела и прославлять Отца нашего Небесного. Многие люди говорят, «Хорошо, как ты можешь спрятаться, когда рассказываешь всем о том, что делаешь?» Мы не пытаемся спрятаться. Все наши соседи знают в городе. Все знают. Мы дали концерт со всеми нашими детьми. И мэр знает. Все, что происходит, все знают. Вся территория знает, что мы делаем и почему мы хотим это делать. Наши соседи приезжали в гости много раз. Мы видим, что благодаря Божьему проведению это стало возможным. И поскольку мы подчинялись Его молям, мы видели, что Бог сделал это возможным. И мы знаем, что это Его воля, потому что Он сделал это возможным. Если бы это не было Его волей, мы могли бы потерять первоначальный износ и вообще что-то потерять. И Бог указал бы нам в другом направлении. Но Он добился успеха. Это было закончено. Это было для нас подтверждением того, что мы идем в правильном направлении. Некоторые из основных проблем, которые у нас были изначально, это были финансы. Мы нашли то, что мы считали подходящей собственностью. Мы не знали, как за это заплатить. Но, идя вперед и молясь, наблюдая за Богом, проект двигался вперед. И, двигаясь вперед, мы пришли к выводу, что Бог открывает эти двери. Когда мы наблюдали, мы наблюдали за знамениями одобрения Бога и Его руководства. А затем, в конце концов, все было заплачено. Вторая проблема заключалась в том, как построить недвижимость для всего нашего персонала. У нас довольно много людей, 50 до 70 человек в нашем штате. Они работают в сети, медицинские работники, производственные рабочие, те, которые работают в сфере образования, медицина, авиация. И поэтому, между всеми, всем нам нужно место, чтобы остаться. И вопрос в том, как получить достаточно денег на строительство жилья. Мы смогли построить этот первый дом. И мы всех сложили здесь, как дрова, когда нам нужно было, потому что была только одна крыша. Но после начала карантина, этот дом построили до карантина. Но как только начался карантин, из-за пандемии, стало очень трудно транспортировать материалы. Мы сказали, хорошо, как нам их купить? Как мы можем их купить, если все магазины закрыты? Но склад продавал нам материалы и был готов продавать нам материалы с закрытыми дверями. Наш грузовик въезжал, они открывали ворота, потом они закрывали ворота, загружали весь наш грузовик, а затем открывали ворота и закрывали. Но магазин оставался сам по себе закрытым все время. Но склад мог продавать нам материалы. Мы вносили деньги на их банковский счет, и затем они загружали наш грузовик, и мы выезжали на грузовике с пятью тоннами материалов. Мы привезли 30 тонн строительных материалов. Вопрос в том, как нужно переместить грузовик, когда всем запрещено выходить из дома. Мы обнаружили, что телевизионные сети освобождены от определенных ограничений. Полиция, медицинские работники, правительство, официальные лица и СМИ. Все они освобождены от определенных ограничений. Итак, у нас есть специальное разрешение на транспортировку всех материалов. Мы увидели, как Бог ведет, а затем начали поступать средства. У нас никогда не было средств на строительство домов, и внезапно пришли следствия, чтобы купить почти 60 тонн материала. Это дешевые дома, они удобны, просты, относительно экономичны, быстро строятся, но они тяжелые, потому что это металл. Но мы все перевезли на подножие горы, а потом мы перепислили все это сюда. Теперь мы можем улучшить дорогу, и мы можем поднять их прямо сюда, доставить материал сюда. Проблемы были, это экономические проблемы, они заключались в том, как перемещать припасы, и проблемы заключались в том, где их купить, когда ничего нет в наличии. Но все эти проблемы были решены Богом. Мы просто видим, как Его рука открывает двери, и понимаем, что есть много людей, которые ждут, пока все сойдет за, прежде чем они подчинятся Богу, прежде чем они не сделают свой ход. Мы поняли, в течение многих лет, сначала вы делаете свой ход, а затем дверь открывается. Бог может сначала открыть двери, но обычно Он ждет, когда вы сделаете первый шаг в послушании, и тогда источники откроются. И так мы обычно и работали, и мы видели, как Бог благословил этот проект особым образом. Цель сельской жизни в нескольких аспектах. Первый – это воспитание ваших семей в безопасной и духовно безопасной среде, где ваши дети воспитываются в среде, где они не подвергаются риску, они не подвержены всем искушениям, как в городе, они не подвергаются воздействию всех средств массовой информации, публикаций, которые публикуются во всем мире. Они могут свободно бегать, играть, копать ямы, помогать заниматься сельским хозяйством, работать в простоте, где родители могут указывать своим детям на то, что Бог делает с природой. Это первая цель жизни за пределами города, и это причина того, что на протяжении более 150 лет адвентистской вести, как нам говорила сестра Уайт, дух пророчества, что мы должны жить за пределами городов, не убегать от чего-либо, а просто чтобы иметь безопасную среду. Должны ли мы работать в городах? Да. В городах есть миллионы людей, которых нужно охватить, поэтому нам нужно работать в городах, но жить за пределами городов, поблизости, но в духовно безопасных местах для наших семей. Во-вторых, по мере того, как время сокращается, и когда начинают происходить пандемии и бедствия, и мы понимаем, что живем в последнем поколении, последние несколько лет земной истории, есть вторая причина, по которой нам нужно жить в сельской местности, помимо безопасного места. Это для того, чтобы мы могли продолжать работать в городах. Карантин вас запирает в собственном доме, ваш собственный дом становится тюрьмой. Вам нужно иметь возможность продолжать работать. Здесь, в этой собственности, у нас есть свобода работать по всей собственности, путешествовать, посещать наших соседей. Здесь в горах нет карантира, он только в городах, где нельзя передвигаться, но здесь мы можем работать целый день на улице, мы можем навещать наших соседей, мы можем перевозить еду, мы можем собирать еду, мы можем выращивать свою еду. Так что, определенно, одна из причин в жизни в сельской местности – это не скрываться. Сейчас не время скрываться. Громкий клич вот-вот начнется. И громкий клич наполнит землю, как воды покрывает море. Пришло время показать, что мы можем занять позицию, где мы можем продолжать работать, когда другие не могут работать. Есть двое здравоохранений в качестве дипломированной медсестры. Есть два типа людей. Есть пациенты, есть лица, осуществляющие уход. Если ты пациент, ты не можешь никому помочь. Вам нужно помогать. Но если вы ухаживаете, вы можете помогать другим людям. Мы хотим быть в стране, где мы можем помогать. У нас есть место для проживания, у нас есть еда, у нас есть свобода и мы можем помочь нашим соседям. Мы можем поделиться, мы можем транслировать прямо здесь. Недавно мы подключили высокоскоростной интернет. Отсюда мы можем добраться до спутника и мы сможем вести выпуски в прямом эфире. Потребилось несколько канала вокруг город, чтобы добраться сюда. Но сегодня утром мы смогли протестировать, все работает хорошо. Мы транслировали отсюда, как и раньше. Это означает, что мы можем продолжать вещание на весь мир, пока Бог позволяет нам даже из этого места. Определенно эти три вещи. Первое, воспитывать семью. Другая, иметь возможность работать. А как насчет вопроса о том, чтобы скрываться? Что будет после окончания времени испытания? Даже это место не будет безопасным. Ангелы должны будут показать нам, куда идти в тот момент, потому что после окончания времени испытания сатана полностью будет контролировать окончательно не раскаявшихся. Больше некого спасать. Все приняли окончательное решение. В этот момент Бог и Китля Ильи приготовят нам место, куда мы отправимся. Конечно, они сначала нанесут удар по городам, прежде чем они появятся здесь. Еще одна причина не жить в городах, потому что суды Божьи будут вот-вот обрушиться на города. Если вы живете в городе, вы не можете уехать при карантине или строгом контроле. Придет вакцинация, и вы не сможете переехать, если у вас нет вакцины. Вакцина несет в себе множество физических рисков для вашего тела и, возможно, для вашего разума. Мы должны четко заявить, что это не обычная вакцина. Это было разработано специально для управления человечеством. Те, кто останутся в городах, вероятно, умрут в городах. Самсон жил среди язычников. Он нарушил закон Божий, и он заплатил за последствия, но Бог спасает его, потому что он исповедовал свои грехи, и Бог вернул ему силы, но он все равно умер с филистимлянами. Мы не хотим умирать с филистимлянами, мы хотим продолжать спасать. Итак, живя за пределами городов, когда суд Божий падет на города, те, кто живут за пределами города, будут защищены. Но придет и время скрываться после окончания времени испытания, но не сейчас. Это не время скрываться. Многие спрашивали, когда мы должны покинуть города? Если вы растите семью, вы должны были уехать давным-давно, потому что, как мы уже упоминали, жизнь в сельской местности, жизнь в деревне – это, прежде всего, место для безопасной духовной среды, для воспитания семьи. Есть много людей, которые работают в городах, но, как и инох, нам нужно относиться пределами города. Идти в города, спасать людей, проповедовать, делиться и выходить из городов и снова возвращаться к их Божественной природе. Итак, мы уже должны жить там. Итак, они сказали, когда мы должны выйти? Вы уже должны были выйти, но какой у нас предел? Сколько времени у меня есть? Чем дольше мы ждем, тем больше невозможным это становится. В первую очередь, нужно время, нужно собственность. Мы узнаем из личного опыта, что требуется время, чтобы построить. Нужно время, чтобы купить материалы. Вы всегда можете жить в палатке, но, как мы узнали, это довольно плохо. А у тех, у кого есть комфортный дом, есть крыша над головой и есть инструменты для работы и обработки огорода, они как короли и королевы. Если живешь в палатке, это все равно лучше, чем жить в городе, но это, может, довольно неудобно, особенно если ударит плохая погода. Чем раньше вы сидите, тем проще вам будет продать свой дом, пока вы все еще можете покупать и продавать. Продать свой дом, продать то, что у вас есть в городе. Многие люди пишут нам или звонят нам и говорят, мы хотели бы жить в сельской местности с тобой. У тебя есть место для меня? Я говорю, а у тебя есть дом? Да. Иди, продай свой дом и затем вернись и говори со мной. Но мы не хотим продавать свой дом в городе, а затем оставаться в сельской местности, потому что они не готовы вкладывать свои ресурсы, они хотят, чтобы кто-то позаботился о них в чрезвычайной ситуации, но они хотят оставаться в городе как можно дольше. Но это не для таких людей, это для людей, которые готовы все положить на алтарь и двигаться вперед, и Бог откроет. В каждой стране есть место, которое Бог приготовит для своего народа. У нас здесь, в Боливии, и вероятно аналогичная ситуация в многих других странах, у нас есть всего около трех месяцев до того, как вакцина станет необходимой. Как только вакцина станет необходимой, вам нужно будет иметь сертификаты вакцины или паспорт, чтобы иметь возможность путешествовать. Итак, если вы останетесь в городах до этого времени, даже если вы захотите уехать, вы тогда уже не сможете. Итак, вопрос в том, как долго? Месяцы. В каждой стране по-разному. Некоторые страны уже требуют этого, другие собираются только потребовать. Страна от страны разнится, сколько времени у вас есть. Но одно можно сказать наверняка, если вы не соблюдаете требования к вакцинам, большинство людей не смогут пойти в продуктовый магазин, пойти в банк, пилоты не смогут использовать свои лицензии, шоферы, водители. И те, кто работает в общественных местах, не смогут работать. Школы. Вы не сможете ходить в школу, если у вас нет вакцины. Все участники должны будут пойти в вакцинацию, чтобы отправиться в общественное место, где находятся все учащиеся. И поэтому пришло время подумать о том, что через несколько месяцев, к тому времени, когда это видео кто-то увидит, может быть уже слишком поздно. Но я знаю, что Бог любит людей. Почему Он купил нам это? Мы думали, что в прошлом году, в конце прошлого года будет последняя возможность, но Бог милосерден. Он дает нам немного больше времени и немного больше времени, чтобы люди просыпались и начинали действовать. Как только вы решите, что не собираетесь уезжать из города, оставайтесь там, несмотря ни на что. Тогда Бог ничего не сможет сделать для вас. Но Бог милостив к нам, чтобы дать нам немного больше времени, чтобы мы могли подготовиться и сделать ход для тех, кто хочет сделать его. Есть много людей, которые задают этот вопрос. Я в нерешительности, я на раздорожье, я еще не решил, нужно ли мне выходить сейчас или не нужно. Должен я уехать из города, что мне делать? По мере того, как мы приближаемся все ближе и ближе, становится все больше и больше свидетельств того, что дела в городе идут неважно. Пандемии, контроль, 5G, очень много разных влияний, злоба усиливается, усиливается насилие в городах. Суды Божьи вот-вот падут на города. И вопрос в том, действительно ли вы еще не определились? Вам действительно нужно больше доказательств, прежде чем вы примете решение? Похоже, что у народа Божьего есть большая проблема с решением. Больше, чем у мирских людей. Мирские люди. Они видят, что происходит и принимают очень поспешные решения. Они покупают недвижимость повсюду и уезжают из городов. Если у них была недвижимость, которая выставлялась на продажу, они больше не продают ее. Они ее развивают. Они планируют переехать туда. Я уже знаю много случаев, когда люди, владеющие недвижимостью, теперь строят на своей собственности простые дома, сельское хозяйство. Они знают, они могут видеть, что происходит. Вопрос в том, почему вы не определились? Что еще вам нужно, чтобы убедить себя? Вам нужно, чтобы сначала пали суды Божьи? Вы хотите подождать, пока не станет слишком поздно, пока огонь не вспыхнет в Содоме и Гаморе? Вы хотите подождать, пока невозможно будет покинуть города? Вы хотите подождать, пока вакцина станет необходимой, а затем вы не сможете уехать, если у вас нет вакцины? Чего ждет Божий народ? Доказательства были ясны. Я скажу вам, почему. Я думаю, что люди ждут, потому что они любят мир. Они любят мирские удобства. Во-вторых, они потеряли уверенность в духе пророчества, из-за этого больше не хотят следовать Его совету. Они верят, что их мнение лучше, чем Божий совет. Но я бы хотел подбодрить вас, если вы будете ждать слишком долго, дверь в ковчег затроется. Для тех, которые жили во времена Ноя, которые ждали, была целая неделя, когда животные входили в ковчег. Но однажды, в последний день, все закончилось. Вошло последнее животное, но и его семья вошли, и ангел закрыл дверь. Теперь в этом вопросе не было выбора. Выбор был в течение последних 120 лет, особенно в течение последней недели, когда все животные чудесным образом заходили в ковчег. Итак, вы хотите подождать, пока не станет слишком поздно? Потому что однажды дверь закроется, внезапно вы просыпаетесь и понимаете, как 9.11, событие произошло. Вы думали, что у вас больше времени, а у вас больше нет времени. Я хотел бы поощрить вас сделать свой ход сейчас, пока дверь милосердия все еще открыта. Бог своей милости держит ветры подольше. Сделайте ход. Продайте свой дом. Продайте свой товар. Съезжайте. Вы будете короли и королевы, живущие там, когда в городах идет голод, когда идет пандемия, идет смертельная болезнь X. Они нам уже говорят, что есть еще одна болезнь X. Они собираются высвободить больше бактерий. Они собираются выпускать больше вирусов. Будут другие события. Бактерии, тяжелые эпидемии, инфекционные заболевания, не поддающиеся лечению. Вирус COVID-19 – ничто по сравнению с тем, что вот-вот произойдет. И когда это произойдет, произойдет строгий контроль. Ялл попытается остановить громкий клич, но Бог ищет людей, послушных ему, кто здоров, кто свободен, и кто может следовать его указаниям, что было те, то, что вам нужно делать, жить в сельской местности. Если вы предпочитаете умереть, Бог может просить вас. Вы можете попросить Бога простить вас, и Он просит вас, но вы все равно умрете с филистимлянами, как умер Самсон. Итак, вы хотите быть в комбанде Бога во время громкого клича? Поминуйтесь сегодня. У вас будет Божья защита и благословение. Но вы скажете, но у меня нет денег. У Бога есть все решения. Он ждет, чтобы вы сделали первый шаг. Если вы сделаете первый шаг, Бог покажет вам открытую дверь, и Он сделает это возможным. Даже для самого слабого из людей, для пожилого человека, или пожилых людей, или для матери-одиночки с детьми. Но вы говорите, я не могу, я не могу. Если вы примете решение идти вперед, вы увидите, как Бог откроет вам двери, что и было нашим опытом. И вы сможете сказать, но, дядя Дэвид, у вас был ресурс. У нас совсем не было ресурса для этого проекта. Но мы приняли решение повиноваться. Если вы сделаете это, вы обнаружите, что Бог благословит вас и покажет вам путь. Кстати, у Бога уже есть место для вас. Он уже приготовил место для вас. По мере вашего продвижения, Он покажет вам, где это место. Не расстраивайтесь, просто доверьтесь к Господу. Господь всемогущий Бог. У Него есть ответ. Он ваш Создатель, и Он ваш Искупитель. Он любит вас бесконечной любовью. И Он уже приготовил для вас место. Вопрос в том, будете ли вы послушны. Если вы будете, и если вы примете решение, слезайте с забора и начинайте движение. Бог покажет вам, где это место. Да благословит вас Бог. И я надеюсь очень скоро разделить с вами громкий клич. Я молюсь, чтобы я был одним из тех, кого Бог помажет своим Святым Духом и подготовит меня. И я молюсь о том же для вас. Благослови вас Бог. Субтитры подогнал «Симон»